Ноги начинай и раз, другая нога, два, все как один, делай, три и четыре и пять. Воспитание нашего центра прошло уже семь лет. В общем-то, как и тогда, так и сейчас наш центр является самым масштабным в Алтайском крае. На базе нашего центра прошло уже не одно количество сборов, семинаров. Также мы проводили турниры по профессиональному ММА. Воспитали несколько десятков кандидатов в мастера спорта, порядка пяти мастеров спорта. Некоторые ребята становились чемпионами России, призерами России, кто-то побеждал на международных турнирах. ММА – это вид спорта, что нужно понимать, в котором двое соперничают друг с другом, используя техники борьбы, удар, а также бокса, кикбоксинга. Это вид, в котором совмещаются, в общем-то, все техники из всех видов спорта. Здесь у нас есть физическое развитие – это раз. Психологическое развитие – это два. Значит, также ребенок здесь формирует свою собственную личность, то есть он становится целеустремленным, трудолюбивым, значит, развивает в себе качества такие, как доброта, дружелюбие. Во-первых, я всегда говорю родителям, что если ребенок тратит время на занятия спортом, у него, как минимум, уже будет меньше времени для того, чтобы подвергать себя какой-нибудь негативной социальной политике. Это раз. Второе – это подготовит его в целом физически к жизни, то есть к службе в армии, сдаче норм ГТО, к таким вещам. Ну и сделает его психологически устойчивым. Ребята к нам приходят совершенно разные все. Кто-то с подготовкой, кто-то без подготовки. Для этого у нас существуют разные группы новички и более продвинутые даже среди детей. Значит, каждый, кто пришел, изучает основы, в первую очередь. Основы техники, основы физической подготовки. И только после этого допускается к работе в парах. Поэтому риск того, что ребенок здесь травмируется, он как бы минимизируется благодаря такому подходу. Я всегда говорю ребятишкам – боль временна, триумф вечен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова